Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим игрушку под названием XCOM 2. Вторая часть знаменитой серии. Издана опять же оригинальной компанией Firaxis Games. От создателей того самого первого XCOM, который я очень обожаю. Для тех кто не в курсе, в 2012 году XCOM, первая часть Enemy Unknown, получила премию игра года. В 2013 году дополнение года получил XCOM Enemy, не, Enemy Visin, все верно. Собственно недавно я проходил для себя, для того чтобы напомнить, что это за замечательная игра дополнения. И черт возьми, как-то это все так офигенно. Это первый запуск игры. Это тактическая стратегия с пошаговой боевкой, ну по крайней мере она была пошаговой. А сейчас я как-то хер его знает. Субтитры включить. Язык на котором говорят новые солдаты будут соответствовать их национальности. Да нет, да пиздевеник. Хотя нет, давайте включим. Почему бы и нет, там можно и заодно, что на приятном нам языке говорили, почему бы и нет. Профессионал, настоящий вызов для ветеранов XCOM. Давайте-ка на новобранца, чтобы гемора не было. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Многие вновь вновь в городе, проживаясь на Северном Крепе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Судя по всему, пришельцы победили Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что происходит, совершенно непонятно Пускай... Ну давай, научи меня Научи меня, собственно, как это делается Ну это я знаю, по-прежнему два хода Давай Думаю что-то сделать, а вот желтое это у нас рывок Ну все, сохраняется Немножко дизайн поменялся, но по сути ничего такого Графика, мне кажется, была приятнее Это игра не про графику Это очень тактический Такой цельный В большинстве заданий отряда Так, маскировка Вот так вот Этого не было Так, ну это тоже куда-нибудь интересней Че, по-прежнему не могу включить Обидно Досадно Ну хер с ним Я хочу уже в боеготовной стати На следующий ход их пострелять Ход пришельцев Все по-прежнему Все с теми же скотами воюем Хорошо Жаль, что нету Вот Моей любимой русской озвучки Да это херня все Делай это Делай ветер Так Ага, вот где проценты пишутся сверху Файер Готов Обнаружение Хорошо Вот, теперь они начали занимать укрытие Понятно Хорошо Ну, обучите меня пока что Ладно За ручку Так, за ручку Файер Сколько? 63% Ну тут можно было и промазать, конечно Ну все-таки Патроны надо поднимать Да вы че Вот эта игрушка, конечно, поменялась Укрытие мне давай трощить, мудила Так, прорывается Так, прорывается Сейчас мой пацанчик получит Айс, фланга Ах они, суки Ладно Ну, в принципе, это было заскриптовано Ну че, гранат-то у тебя нет Давай Передвигайся Восемься два Давай этот поближе Поэтому его и мочить будем Че ты хочешь от меня? Атакованные с фланга солдаты А, то есть Ты напрямую хочешь Я не понял Вот Он же хочет, чтобы я стрелял По тому, у кого нет укрытия То есть атаковать с фланга Но ни у этого, ни у этого Его не было Какая-то немножко заторможенная система Это из-за того, что я не привык, конечно Опа, снайпер прикрыл, да? Все, прекратил Прекратил трансмиссион А, это тяжелый пехотинец? Ты опоздали Это не люди Ёпта Гибриды? Ух ты, ёпта Короче, XCOM ушел в подполье И судя по всему Мы проиграли эту войну Обидно Ну хорошо, отпусти меня, камера Что ж ты Херней-то такой страдаешь Давай, становись в боеготовность Нужно туда добраться Ну чё, войдем через окно Я подозреваю, да? А, то тут прямо с одного этого С одного тычка можно добежать А там надо остановиться Чтоб патроны забрать, да? Ясно, понятно Ну давай тогда ты прикроешь А Тебя ж нельзя в наблюдение поставить Чё вы чешете? Вот И прямо сюда Видели? Прицел О, на ночь Перенос юнита Наблюдение Бросок гранаты Ну-ка Вперед Нихера себе У них технологии Теперь А как же наши бойцы Невидимого фронта Псионики Наши топовые Которые должны были решить проблему Не, не прокнуло Хорей меня обучать тут Нас заметили Там он к боеготовности сидел, да? Хорошо Но он так может снять только одного Ну блин, как ты? Чё ты можешь? Чё ты можешь вообще? Я бы на твоем месте не отходил отсюда Я бы снял его С той позиции Ну ладно А фаер чё? Промах Вот То, о чём я говорил Куда же это Солдаты-новички Безалаберные А, у тебя патронов Великолепно Ну давай уже Двигай жопой Ты прикинь Тут даже взлом есть Ну сломать Ну сломать Успех Хорошо То есть я не понял Совсем как это работает Но Похер Мы внутри Там нашего пацана положат Сто процентов Что за место? уууууу спукилтллшит Кого? Кого это мы нашли такого? Давай, перенос юнита, теперь я понял, что оно имело в виду. Теперь, когда мы будем захватывать пришельцев, нам придется их выносить. Понятно, принято, вперед. А, ну да, сейчас там нашего пацана положат, ему же перезарядка там нужна, все дела. Он вообще даже не за укрытием сидел, это бред. Он стрелять не может, он на рывке бежал. Ну, передислоцируйся ты, мать твою. Я вообще не это хотел сделать, но он пойдет. Я бы подбежал к окну и в притул бы всадил ему обойму. А, мы отходить будем. Ну что ж, бросок гранаты. Ну что ж, я все правильно делаю. Ну, наркоманская игра. Не сразу все что-то работает. Пока что мне управление в первой части нравилось больше. Вот смотрите, какой оно слоупочный переход от этого отхода. Я ничего не могу сделать, пока вот они говорят. И это меня вот раздражало в первой части, все эти проходы, вот тупорылые. Когда вот там ученые, например, говорили, а там посреди тупо боя. Такого напряженного. Я понимаю, что это игра как шахматы, но все равно. Экшончик-то тут навалом. Хорошо. А ты че не ходила? Или ты один ход на атаку? А, ну да, гранат уже бросал. Все, хана тебе. А, живой, живой. Хорошо. Жив, цел дракон. Ну, убирайся, у тебя один хп. Нажмите П, чтобы разметить зону эвакуации. Вот так вот даже. Ну, систему продвинули однозначно. Вызвать рейнджер. Ну, давай, ходи уже. Если бы кто-то из них сидел в боеготовности, мы бы уже были трупы. Все, сваливай. Эвакуация. Красота. Это еще что за хрень? Какой-то псионик новый? Или еще какая-то бесовая хрень? Какое-то действие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Кто там? 20 лет? Не может быть! Не может быть! Дохляк! Они меня че, захватили? Конечно, они! Эти импланты не были созданы для того, чтобы избежать. Мы рисковываем серьезно... Нет плана быть здесь, ребята! Дай это! Доктор! Нет сигнала! Я понял. Эфирионы или как их? Этих мрази называют. Псионики старосты. Старейшины. Нужно больше, чем это, чтобы держать тебя внизу. Добро пожаловать, командир! Здорово, блядь! Здорово, штаб! Я не помню, как тебя зовут, но блядь! Ты же курировал все операции! Ты же был моим старшим офицером! Матерь Божья, как же ты постарел, а? Я не могу, доктор Тайган. Особенно, когда никто даже не пытался что-то такое. Просто. Мы все равно не уверены, что они сделали для тебя. Эта корабля была убрана в поле в твоем сколе. Я потерял много хороших солдат, которые ждут тебя за годы. Прямо не потерялся над надеждой, что ты еще был там. Вы действовали на интелла, как быстро вы увидели. Вы спасали меня, директора Икс Кома. Я не уверена, что вы помните, но... Но как так получилось? Я сделал самое лучшее, что я могла, но последние 20 лет... Я был тяжелым без тебя. Ты чувствуешь, как собираясь. Шен у меня архивы, которые живут на твоем терминале. В любом случае, я бы поймал, чтобы доктор Тайган, когда ты готов. Есть некоторые вещи, что ты должен знать. Вы должны объяснить их, чем я. Хорошо. Хорошо. Я рад тебя видеть. Старый черт. Сука, у меня такая ностальгия. Так. Я не знаю, кто ты такой. Если только то, что же самое может быть сказано для остальных технических алиенов, командир. Доктор Ричард Тайган, chief science officer. Доктор Ричард Тайган. Доктор Ричард Тайган. Доктор Ричард Тайган. Короче, ты наш новый лаборант. Конечно, командир. Я вас уверен, что я узнаю, что приводит к свету дополнительную точку. Но ответы на этой поселке являются впечатляющими. Я только один человек. Если вы направили дополнительные поддержки персонала и ресурсы к мне, я смог бы увеличить скорость всей нашей исследования. До свидания, командир. Хорошо, спасибо. Так, исследуй-ка эту дрянь. Да, это шкала с... Ох ты, ёб твою мать. А шо с базой-то? Ладно, погнали в вооруженную. Повысить взывание. Так, до кого? Ближний бой. Я понял, это ты наш штурм, типа, да? Да, штурмовик. Рейнджер. Теперь ты получила выпад. Хорошо. По-прежнему максимальное звание полковник. Хорошо. Мостик. Фига. Все круто. Ага. Аккуратно. Президент неизвестен. Командир. Дай мне секунду. Продолжение эшелон протокол. Аккуратно. Синьер команды. Конфирм. Я просто захочу я, чтобы это было более... церемонийно, но мы еще. Всё это какое-то. В стиле активного революции находится в комфири-магнетики конфиром, который нам пытается найти. Они врядовывают телефон в бассейны древности адвент, и пытаются надёжиться. Если мы можем привести этот... конфиром, мы можем это место разворачиваться и дать эстенеры реально игра для изменения. Так, ну понятно, обычные солдаты, кроме одного штурмовика, собственно, тут он называется рейнджером. На задание. Больше никаких вопросов, никаких объяснений, просто погнали. Мы в дерьме, но благодаря тому, что я снова у руля, мы справимся. Мы справимся, я уверен в этом. Хочу русскую озвучку, однозначно. Прошлое было великолепно. Перемещение к точке высадки, загрузка долгая. Ну графику подкрутили, конечно, но в этой игре не про графику, вообще не о том. То есть, зачем мне графика, если я сюда захожу за очень продуманным и очень тактическим пошаговой стратегией. Погнали. Чуть не сказал тактическим шутером. Вот же лошара, ну. Так. Нужно добраться вот до этой хрени. Вижу двоих. Вижу двоих. Сколько ходов есть? Пока что вы в Хайде. Так. Давай пока сюда. Одного буду, наверное, заводить с фланга жесткого. А ты давай перемещайся поближе. Ты у нас с дробью и плюс с матрус ножом. Ага. Че-то оно летает. Ага. Всем у нас ходов есть. Всего. Так. Давай поближе. Я тебя поставлю в боеготовность. Ты давай тоже с фланга прикрывай его. А то мало ли. Так. Камера по прежнему. Да. Все. Куешется. По прежнему. Вставай у нас в боеготовность. Полного укрытия, к сожалению, нигде нет. Но мы тебя будем подводить поближе. Ты должна выдержать где-то два выстрела. Для того, чтобы все у нас было хорошо. Ага. То есть у нас теперь вот так вот направление показывается. Что это за хрень? Что это за нахуй был только что? Вот они там постояли, и че? Че мне из этого? Да не умеют они ничего такого. А не, подожди. Это ж ты ходишь. Ну если это ты ходишь тут, то да ладно. Мы тебя тут за полное укрытие спрячем. Побыстрее бы мне снайпера дали. Ё-моё. Снайперы это мои любимые юниты вообще. В принципе. Ну, я имею ввиду в XCOM'е. У меня там была женщина, снайпер. Тоже ее Келли, по-моему, звали. Или фамилия у нее такая была. Ну, не суть важна. Так вот, эта бобенка, короче, у меня участвовала во всех операциях. Энеми Визин там. Япона мать. Так. Давай поближе. Палево не должно быть еще. Пока. Че-то они куда-то уходят, блядь. Так, ты парнишка, давай подбирайся вот сюда. Ай, блядь, там еще один. Вот это дерьмово. Ну, пока ладно, пока сиди. Блин, я даже не знаю. Ну, по-любому штурма нашего надо прикрыть, но тут вот с фланга будут его прикрывать. Давай. Трое. Сука. Это сектоид такой. Это сектоид такой. Давай, становись в боеготовность. Будут рыпаться, пристрелишь нахер. Они уходят. У меня осталось пять ходов. Но я их заберу. Авторитетно вам заявляю, я их заберу. Так. А куда эти делись? Хрень какая-то. Так. Не в ту сторону камера крутится. Давай. Поближе. Ой-ой-ой. Ты там в опасной зоне? Че прикроешь? Там выход, конечно, два в три, но мне как-то насрать. Сколько там процентов? 66, 65. Ну, давай попробуем. Этот готов. Белтол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Влип. These guys make up the bulk of the advent forces we've dealt with. They're disciplined and well equipped, but their obedience makes them predictable. Rangers are uniquely equipped for close quarters combat. In the right situation, they can prove highly effective. ну давай попробуем 5 этого мало и тебя никто не прикроет при этом он за укрытие сваливают вам баба очень промазал хорошо но там не просто повезло я по тупому сейчас сделал а вот этот может умереть а это псионик а ну настреляем ну да в панике вы и так стреляете не очень еще и в панике с фланга сейчас там говна раздаст сто процентов промах повезло первая миссия уже бы слили давным-давно это сколько можно бегать охуевшая мразь да хорош я уже понял что он там паникует да кто ж думал что он обоссытся там от страха вали его что там промах ну понятно показали так хорошо но что-то мне пока не радует новый xcom честно говоря 25 процентов слишком мало давай-ка давай-ка на подстраховку ему пойдешь а ты догоняй так два хода осталось сейчас опять за мозги будет брать но этот возьмется так ох ты на 3 это добьет час у спины еще будет для ёбаный врат все смерть еще кританула ух это вообще это нормально там еще один должен походить или нет так давай вот с тебя начнем файер 70 процентов ну понятно чё ты блять жить не хочешь да она те нахуй не нужно ой тут еще и сбоку тебя обходят это ж дерьмо дерьмо сейчас там зайдут и в спину будут валить поэтому я даже не знаю куда тебя сныкать давай вот сюда наверно и в спинку ему 61 ебать твою мать ты даже такое не можешь сделать это просто пиздец ладно давай поближе сколько там на выпад надо на выпад не хватит но пострелять ты можешь ну у тебя дробовик хер ты там попадешь попало ты посмотри ёпта вот это хороший выстрел но мы проебали скорее всего потому что у нас останется один ход и там два противника причем один сложный а чё он только что сделал о не он труп поднял на такое же были способны только эти крисолиты и он жесть живи мразь я ж тебя не просто так там за укрытие поставил ну давайте уже разрешите мне ходить да понял я все ну у него там вроде как боеготовности нет ну давай чё делай ветер ты так уже смертник успех ну хорошо эту херь мы хакнули там труп да блин а бы хоть один вернулся огонь а бы хотя бы один вернулся блин тупо тебе не хватит там он за этим мне хватит ты посмотри 24 процента да не за что на свете зато машина взорвется но вряд ли его заденет это труп это при смерти это еще хуже там у нас еще один пацан же был но это то херс не это всего лишь зомби в глухую оборону села да вот это по дебильному все 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 хватит не ходи больше так тебе бы уйти превосходный маневр и только попробуй сейчас промахнись не понял у тебя же еще ход был вот это да это ты конечно дегенерат дегенерат давай сюда гранатку ты далеко можешь бросить гранатка от трех до четырех да этому не поможет да этому тоже 74 процента от четырех до шести ну давай пробуй четыре мало это труп ну сдохни ты уже наконец-то ну промах хорошо в зомби не должен дойти не должен не не о еще как еще пошел он сука промах хорошо везение мое второе имя ну почти так скотина хватит надо тебя вот за это за частичное укрытие садить подожди подожди у меня есть еще этот парень давай-ка ты подойдешь к нему просто вот так вот в притычек и мочканешь эту суку потому что надоел уже теперь там должна была связь разорваться повышение поздравляю собственно одна потеря и один ранен да уж это я там натупил пиздец но штурмовик конечно ну то есть рейнджер как его тут теперь называют это это просто победа собственно первая миссия с моими кривыми руками и ну система конечно не выглядит по-другому они ходят так непривычно но тем не менее осталось привыкнуть и все будет хорошо о появилась короче статистика средний урон половина половина человека убита ну не человека это мразь средний бонус укрытия 28 и 33 короче 4 человека было на задании возвращается только 3 и то вот это тот должен был сдохнуть несколько раз но удача была на его стороне а куда там тот пацан делся который прятался или он перебежал да хер его пойми ладно может я что-то провтыкал 2 2 2 2 ну блин я только вернулся да короче сектоиды теперь это не просто собачки мы разограничили не если вы что вы все все вы спрыгать то есть это мой доктор шейн да самое вот она постарела до 20 лет прошло в принципе я то думал оборудовала окей reworked your repulsors with some of the parts i salvaged from your old engine should fix that stabilization problem you had come on over it'll work commander getting our tech to talk to their is harder than you think Lily shen chief engineer at your service you are probably expecting to see my father ну да но он не дожил я так понял да в смысле этот корабль дело все его жизни но я понял я знаю что он любит показать вас вокруг места он много говорится о тебе ты можешь быть уверен что я готов к закончению что он начался может не видеть но вот здесь я могу обработать практически все что вы получаете и с небольшой помощи ну да я думал короче но я знал эту фамилию шейн только я не помнил кто это давай изучай а собственно моего главного инженера просто звали шейн я как то провтыкал я думал что этот мой главный по исследованиям а теперь вот так вот получается это его дочь а этот чувак какой то левый короче а команды эксцелент тайминг из бен сам прогресс а то же боец это 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 шрапнель у него на затылке это у него и 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 Вот что, да? Ну, короче, я все понял. Труп офицера. Продолжить. Так, вскрытие. Три дня. Так, оружие, материалы. Первым делом, это материалы. Собственно, броня для бойцов. Это корабль. То есть, мы теперь не на земле, мы теперь хер знает где. На мостике. Оружейная. Бойцы. Так, повысить звание. Специалист. Специалист. Вот так вот. То есть, я так понял, это наш новый класс поддержки. Конечно, возможно, я ошибаюсь. Ну, это технарь. Так, а ну-ка, давай оснащение. Посмотрим просто, что тут есть. То есть, стандартное оружие, но пока какое-то такое. Дополнительное оружие у него это гремлин. То есть, это дрон. Револьвер для снайпера, это для рейнджера, а это гранадера какого-то. Так. Держи медпакет. Будь полезным пацаном. А ты кем будешь-то? Гранадер, я так понял, да? Гранатометчик, гранадер будешь. Ну, если доживешь, то будешь фурией. Новой фурией. Это что-то вместо тяжелой пехоты, я так понял. Ну, это и есть, по сути, тяжелый пехотинец. Вот, ну, кайфово так выглядит, конечно. Тут кастомизация нормальная. Цвет оружия тебе можно отдельно выбрать. Цвет брони. А вот почему-то доспехи кастомизировать нельзя. Как это было можно ранее. То есть, там было пару вариантов. Можно было шлемы им надеть такое. Досадно. Может, это только ей нельзя? Нет, это строго по усталу. Нет, это, к сожалению, всем нельзя. Ну, ладно. А что аксессуары-то? А не, вот, аксессуары. Хорошо. Тогда давайте кастомизируем моих бойцов, которые будут в деле. Собственно, рейнджер. Изменить аксессуары, шлем. Выжная маска. Ниндзя. Ну да, тебе, в принципе, с катаной и ниндзя подходят. Это для снайпера более. Давай вот под капюшон будешь. Обмотки там. Смотрю. Да, вот пускай маскировочные обмотки у тебя будут. Торс. Ну вот, возьми броники и разгрузку. Камуфляж оружия. Давай под классику. Камуфляжная раскраска. Чёрный глаз. Чёрный глаз. Вот это нормально. Избродовал, конечно, персонажа, но тем не менее. Кастомизация на месте. Хорошо. А есть только английские варианты, да? Французские варианты, немецкие варианты, итальянские. Сука. Почему нет русских вариантов? Британский, американский. Блин, да там они говорили почти на всех языках. Там, по-моему, даже украинский был. Ах, вы суки. Ну похер теперь, чё уже. Спешлайз. Во что мы тебя оденем? Это так, это я хернёй занимаюсь, но тем не менее. Мне это по нраву. Кепочку одень вот такую вот. Ха-ха. Очки им можно одевать. Не, ну хипстером ты у меня не будешь. Ха-ха. Да, вот давайте бандану икс кома. Так, камуфляж оружия это тебе не нужно. Там ещё шрамы можно настраивать, вообще кайф. Ну, с кастомизацией стало немножко поболее, поболее. Так, ну давай ещё тебя затюнем. Да и будем, пожалуй-ка, на этом заканчивать. Давай, капюшон разведчика будешь у нас как снайпер выглядеть. Руки полностью тебя закроем. Ну вот это вот пойдёт, в принципе. Но ты у нас будешь выглядеть покруче, ты у нас будешь в авиаторах. А чё бы не. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомились с комом второй части. Мои впечатления на самом деле в разнобой. Потому что, ну... Мы сделали то, что мы можем, чтобы уважать наших славянных солдат, командир. Это не много, но это даёт нашим людям возможность платить их уважения. Можно фотки посмотреть утерянных солдат. Обидно, досадно, нихера не сделаешь. Это солдаты, что были убиты на первой операции. Ладно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Оставляйте своё мнение в комментариях. Сегодня мы с вами посмотрели XCOM. Вторую часть долгожданной пошаговой стратегии в реальном времени. Почему-то написали так. Но... Неважно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Оставляйте своё мнение в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всё как всегда. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok